12 августа 2012 года Россия отметила 100-летний юбилей российских военно-воздушных сил, которые были, есть и будут одним из элитных видов вооруженных сил России. Основная часть мероприятий, сопровождающихся грандиозным авиашоу, проходила на аэродроме Летно-исследовательского института имени Громова в Подмосковном Жуковском. Навиашоу, посвященном 100-летнему юбилею ВВС России, смогли попасть все, кто любит небо, самолеты, летчиков, кому не безразлична жизнь российских ВВС. За три дня работы авиашоу в Подмосковном Жуковском его посетили более 200 тысяч человек, в том числе 69 иностранных делегаций и военных атташе практически со всех стран мира. Мероприятие освещали свыше 300 российских и зарубежных СМИ. Праздник, вы сами видите, грандиозный. Я думаю, что он удался все-таки. Почему? Потому что прибытие 69 делегаций и производящих атташат практически со всех стран мира побывали на нашем празднике. Прежде всего, то, что мы показали на аэродроме, это те самолеты, с чего практически начиналась авиация России, и те самолеты, с чего мы достигли. Я имею в виду наши страны, которые проходят в воздухе. Я имею в виду и Т-50, и Т-35, которые также представлены. Ну и вся остальная цепочка и весь отряд, который сейчас получает в первонадушной силе свой состав. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Уникальность праздника заключалась в историко-технической программе, продемонстрировавшей практически всю историю авиации за последние 100 лет. Продолжение следует... 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 Русавия возрождает авиационную славу Отечеству. Летная программа была представлена как современной, так и восстановленной раритетной авиационной техникой. Посетители наблюдали, как самолеты начала прошлого века и боевые машины времен Второй мировой войны с легкостью выполняли различные фигуры высшего пилотажа в небе Раменского. Субтитры создавал DimaTorzok Всего в праздничном мероприятии было задействовано более 100 вестей самолетов и вертолетов оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной, специальной и армейской авиации. Красочность праздника Обеспечили лучшие российские пилотажные группы и пилотажные группы из Великобритании, Италии, Польши, Финляндии. Блестяще выполняя фигуры высшего пилотажа, они надолго приковывали к себе восторженные взгляды публики. Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мероприятия, посвященные столетию военно-воздушных сил России, в очередной раз доказали, что Россия была, есть и будет великой авиационной державой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok